Это готовый к пуску Mercury Redstone 1 или MR1 на мысе Канаверал, Флорида. Стартовый комплекс номер 5. Космический корабль является серийным образцом. Он предназначен для успешного полета по баллистической траектории. В нем не будет людей, но он поможет человеку проложить путь в космос. Космический корабль Mercury производится в городе Сент-Луис на заводе при авиакорпорации Макдоналд. Сотни субподрядчиков, поставщиков и изготовителей производят компоненты и вспомогательные системы для этой сложной машины космической эры. Время создания Mercury было сокращено благодаря одновременным исследованиям, разработке, конструированию, производству, подготовке и испытаниям. Первый серийный космический корабль Mercury прошел летные испытания менее чем через 18 месяцев после начала программы. В центре космических полетов Маршалла в Хансвилле, штат Алабама, совершенствуются и испытываются ракеты-носители Redstone. Здесь был изготовлен носитель MR-1. Модификации ракеты-носители Redstone включают в себя удлинение отсека баков, чтобы увеличить запас топлива, упрощение систем двигателей управления, систему аварийного прекращения полета и отсек-переходник для размещения управляющей аппаратуры. Устанавливается специальный электронный мозг для своевременного выявления возможной неисправности, чтобы космический корабль и астронавты успели спастись. Все детали и компоненты для ракет Mercury и Redstone проходят проверку и в случае допуска получают соответствующую этикетку. Для обеспечения надежности принимаются всевозможные меры предосторожности. Сборку корабля Mercury производят на заводе McDonald в помещении с особо чистой атмосферой. Здесь прилагаются все усилия, чтобы сделать корабль как можно надежнее, насколько это в силах человека. Частота близка к стандартам больничной и операционной. Каждая отдельная деталь, входящая корабль, проходит тщательную проверку. Электронные системы корабля требуют около 11 км кабелей. Для закрепления растущей массы кабелей используются специальные крепежные панели. Сборка производится вручную, а затем также проходит проверку. Бортовые системы для MR-1 нужно правильно соединить проводами, а затем настроить на автоматическую работу. Ведь в этом полете не будет пилота, который смог бы исправлять неисправности. В ключевых точках прикреплены датчики, которые будут сообщать о том, как корабль работает в полете. Эти параметры измеряются в 90 точках. Телеметрические передатчики будут передавать данные во время полета. Нагрев конструкции и нагрузки. Температура кабинет. Давление. Шум. Вибрация. Перегрузки. Корпус растет за счет кормовой части с двойными стенками с изоляционным материалом между ними. Установлена теплозащитная плитка. Теперь уже это больше похоже на корабль Меркурии. Дополнительные компоненты и снова проверка работы. Каждая вспомогательная система испытывается снова и снова, чтобы убедиться, что она работает как положено. После соединения вспомогательных систем их испытывает еще раз. Информация записывается. Затем испытания полных систем. Нужно убедиться, что все приборы, контрольная и записывающая аппаратура, все находятся на своем месте. Устанавливается панель приборов. Все внутренние оборудования необходимо закрепить из-за вибраций при полете в космос. Корабль МР-1 закончен. Его основание имеет диаметр 1 метр 80 сантиметров. Высота составляет 3 метра. Вместе с системой аварийного спасения общая длина составляет 7,5 метров. Готовый корабль МР-1 был доставлен по воздуху в центр космических полетов Маршалла, где он проходит обширные испытания на совместимость с носителем МР-1. Вдобавок к электрическим механическим проверкам был проведен длительный ряд испытаний, чтобы исключить вероятность радиочастотных наводок между космическим кораблем и системами ракет-носителя. Кроме того, связка ракет-носителей космического корабля прошли смоделированный обратный отчет пуск и полет с использованием таких же испытательных пусковых пультов, как применяется на мысе Канаверал для реального пуска. Ракета-носитель Redstone для МР-1 была соединена с испытательной версией космического корабля и прошла стендовое испытание. Каждый носитель проходит статическое огневое испытание перед отправкой на мыс Канаверал. Когда корабль прибыл на мыс Канаверал, его отправили в ангар С. Его проверяли снова и снова. Сначала Макдоналли, затем Хансвилль. Но последовательность всех испытаний только началась. Сразу после прибытия он закатывается в ангар С. Необходимо проверить, что его внешняя теплозащитная обшивка не повредилась при транспортировке. Осмотр проходит по специальному контрольному перечню. Затем он перемещается в чистое помещение ангара С, где снова проверяется каждая система, чтобы убедиться в том, что при перевозке ничего не сломалось внутри. Надежность в проекте Меркурия – это необходимость. Перед установкой на ракет-носитель корабль обязан быть в полном порядке. Ракета-носитель МР-1 перемещается на стартовую площадку. Меркурий Редстоун имеет высоту 25 метров, включая конструкцию космического корабля, на 4 метра длиннее, чем обычный Редстоун. Диаметр корпуса ракеты 1 метр 80 сантиметров. Стартовый вес с учетом космического корабля массой в одну тонну составляет 30 тонн. Используя спирт и жидкий кислород, двигатель производит 35 тонн тяги. Дополнительное топливо, которое поместилось за счет удлинения баков, увеличивает время работы почти на 20 секунд. Корабль прибывает на стартовую площадку. Пришло время для установки корабля на ракету. Меркурий Редстоун 1. После установки испытания продолжаются. Все вспомогательные основные системы должны идеально подходить друг к другу и работать безукоризненно. Программа Меркурий Редстоун имеет две цели. Проверить космический корабль в условиях космического пространства и обеспечить подготовку для астронавтов. 7 ноября 1960 года в течение 12 часов проходил обратный отчет для пуска МР-1. В течение последних четырех часов усиливалось беспокойство из-за видимого снижения давления в системе управления ориентацией. Менее чем за полчаса до пуска полет был отменен. Прежде чем запланировать пуск заново, нужно было починить систему управления ориентацией, выполнить полную проверку ракеты и корабля. 21 ноября 1960 года снова был запланирован пуск МР-1 и начался обратный отчет. Все шло нормально и весь отчет обещал успешный пуск. Исправленная система ориентации на космическом корабле идеально проверена. Но в всем Атлантическом полигоне была хорошая погода. Аппаратура слежения и телеметрии была полностью исправно готова к работе. Поисково-спасательные силы находились в заданном районе приводнения. Они были готовы подобрать космический корабль. Обратный отчет приближался к нулю. Двигатель рационно включился, но затем почти моментально выключился. Сработала система аварийного спасения, открылась крышка контейнера с антенной, вылетел тормозной парашют, за ним последовал основной, а затем запасной парашют. Когда корабль получил сигнал о выключении двигателя, он начал делать именно то, что ему было положено делать. Реагируя на полученные сигналы, корабль сработал должным образом. Как система аварийного спасения, так и спасательная парашютная система выполнили правильный порядок действий. Тщательная проверка данных телеметрии самой ракет-носителя показали, что преждевременное выключение двигателя произошло из-за относительно простого сбоя в одном из устройств наземного вспомогательного оборудования. Во время попытки пуска ракета-носитель была повреждена. Ее сняли с площадки и отвезли обратно в центр космических полетов маршала для ремонта. Через несколько дней новый ракет-носитель Redstone прибыла на мыс Канаверал. Ракета прошла полные предпусковые испытания, была допущена для установки космического корабля. Корабль был тот же, который использовался при ведущем попытке пуска. Было похоже, что он не пострадал, но, разумеется, предстояла перепроверка, чтобы убедиться, что все его системы будут работать должным образом. Их проверка состоялась. Кроме того, поскольку многие систем включались при попытке запуска, нужно было заменить детали одноразового использования. Корабль МР-1 имел несколько конкретных целей. Первое. Изучить совместимость ракет-носителей космического корабля во время полета. Предусмотрено максимальное ускорение 6G. Период невесомости длительностью около 5 минут и торможение при возвращении с перегрузками 11G. Второе. Проверить, как двигатели тяги по направлению движения будут отделять космические корабли от ракет-носителя. Третье. Проверить систему возвращения. И, наконец, проверить этапы запуска, слежения и спасения. Ночью перед запуском МР-1 прошел свою последнюю проверку. Начался обратный отчет. 19 декабря 1960 года МР-1 готов лететь снова. Обратный отчет прошел нормально, только с одной короткой задержкой. Поисково-спасательные силы на месте. Они готовы подобрать космический корабль. Сотрудники Центра управления полетами по программе Меркурий готовы к запуску. Это нервный центр для программы. Как только МР-1 стартует, они примут управление на себя до тех пор, пока корабль не будет спасен. Район приводнения хорошо обеспечен спасателями. Добавок вдоль всей траектории полета развернуты и другие спасательные силы. На случай, если что-то пойдет не так. Всего через несколько секунд после пуска руководитель полета готов принять управление. Радиолокационное телеметрическое оборудование готово. Еще один этап испытаний проверка в полете. Еще один шаг к запуску в космос человека. После безупречного пуска МР-1 совершает нормальный испытательный полет. Корабль, весящий около 1 тонны, следует по дуге баллистической траектории. Достигнув максимальной высоты около 200 км, совершив посадку 380 км от места запуска. Полный полет занимает 16 минут, обеспечивая чуть более 5 минут невесомости или нулевой гравитации. После выгорания ракет-носителя, конусообразный космический корабль летит со скоростью чуть больше 6500 км в час. Индикаторы пульта в ЦУПе программы Меркурий отображают уход каждого крупного этапа в реальном времени. Когда ракета набирает скорость и проходит уровень верхней атмосферы, она оставляет яркий белый след, отмечающий ее движение. Примерно через 140 секунд после старта и на высоте около 55 км двигатель ракет-носителя включается и сбрасывается из системы аварийного спасения. Здесь на сокращенной временной шкале обозначены события, которые происходят при полете в космос. Включение двигателей тяги по направлению полета для отделения капсулы от ракет-носителя. Достижение высоты, на которой включается тормозная двигательная установка. Включение трех двигателей ТДУ. Затем сброс с блока ТДУ. Втягивание перископа. Когда корабль сталкивается с более плотной атмосферой, начинается циклограмма посадки и возвращения. Раскрылся вытяжной парашют, затем сбросы обтекателя антенны, чтобы автоматически раскрыть основной парашют, затем посадка и отсоединение парашюта, чтобы он из-за ветра не увлек за собой корабль. И все это в автоматическом режиме. В течение нескольких минут после посадки космический корабль был подобран вертолетом и отправился к основному поисковому кораблю, который ждал его в нескольких километрах. Радарные ловушки, расставлены от трех километров после раскрытия основного парашюта, обеспечивали радиоцель. Подводная сернистая бомба дала слышимый ориентир точки посадки. В поисковом самолете получили четкий сигнал радиомаяка. Маркерное, красящее вещество помогает вертолетам видеть аппарат в воде. Цели испытательного полета МР-1 были достигнуты полностью. За ним последуют другие, все более и более сложные летные испытания. По возвращению нам из Канаверов, руководитель проекта Меркурии Роберт Гилрут первый раз после полета заглядывает внутрь корабля. И похоже, что он вполне доволен успешными результатами испытательным полетом Меркурии Редстоун-1.